Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. И в этом видео я врач, диетолог, натуропат Борис Скачко. Фитотерапевт в седьмом поколении. Расскажу вам, как приготовить семена льна правильно двумя способами, чтобы вылечить гастрит, эрозивный гастрит, язвенную болезнь и получить дополнительные опции. Я начну готовить одним из способов семена льна. И буду вам по мере приготовления рассказывать о том, какие особенности нужно учитывать. Итак, что мне нужно для этого способа? Это, пожалуй, самый простой в энергетическом отношении способ. Иными словами вы экономите на электроэнергии. И можете даже немножко похудеть, потому что небольшой уровень двигательной активности будет присутствовать. Поэтому одна из опций. Можно еще немножечко снизить вес. Итак, что мне нужно? Мне нужна емкость, которую я буду готовить семена льна. Она пустая. В емкость помещается семена льна в количестве примерно 1 чайная ложка. Это порция на один раз, но не для всех. Некоторым нужна будет другая порция. Об этом я тоже расскажу в этом видео. Нужна вода комнатной температуры. Температура примерно около 20 градусов по Цельсию. Заливается в эту емкость вода. И все попадает в емкость. Ну и не страшно. Итак, вода попала. Клейка мне уже не понадобится. Закрою плотно крышечкой. Ну и семена льна внутри. Внутри, что мне нужно, чтобы приготовить по первому способу. Дальше мне нужно делать простое движение. Мне нужно периодически взбалтывать семена льна. Что при этом происходит? Вода. Контактируя с поверхностью семян льна. Находит там слизь. Слизь в водной среде способна к набуханию. И попадает в раствор. Попадает в емкость. Вот эта слизь, это, пожалуй, основной ингредиент. Который нужен при лечении гастрита. Но не всегда. Во втором способе будет еще один компонент. Их будет два основных компонента. Которые будут обладать лечебными свойствами. Об этом способе я расскажу чуть позже. По основному способу мне нужно будет просто взбалтывать емкость семенами льна. И экстракция будет происходить вот в этой посуде. Для получения первой слизи достаточно 5-10-15 минут. Температура воды у меня около 20 градусов. Может быть около 30. Так извлечение слизи происходит более интенсивно. Но по этому способу более горячей водой обрабатывать семена льна нельзя. Об этом я расскажу, когда расскажу о втором способе приготовления. Тут извлекаем слизь семена льна, которая будет обладать при лечении гастрита. Кстати, может и эзофагит лечиться таким образом. Обладать обволакивающими свойствами. Слизь семена льна это полимер. Попадая на слизистую оболочку пищеварительной стеной. Первично в пищевод. Полимер фактически создает защитную пленочку. И пока он находится на слизистой. Фактически эффект тепловых процедур. Парафина лечения, азокерита лечения. Местное согревание. При этом улучшаются местные обменные процессы. И если небольшой воспалительный процесс был, он исчезает. Таким образом, слизь, пройдя по пищеводу, способна полечить эзофагит. Особенно эрозийный эзофагит. Но в этом случае вам понадобится еще один секретный ингредиент. Я о нем расскажу чуть позже. Он также в свое время попадет в лечебную форму. Попав в ваш желудок, слизь, обладая вязкостью определенной, она не будет падать в центр желудка, если вы пьете правильно. А иными словами, маленькими лотками. Обладая вязкостью, она будет стекать по слизистой оболочке. Если она воспалена, то местный эффект улучшения кровообращения, за счет того, что слизь пропускает плохо тепло, согревание, улучшение местных обменных процессов, под слизью будет происходить. И там, где нет вашей собственной слизи, будет работать слизь семян льда. Главное, мне не забывать периодически взбалтывать, чтобы экстракция происходила более интенсивно. В этом случае, когда вы пьете правильно слизь семян льда, а именно маленькими лотками, вы формируете защитный барьер между содержимым желудка и слизистой оболочкой желудка. И эффект лечебный уже получаете. Если у вас гастрит. Разные варианты гастрита, но воспалительный процесс в слизистой оболочке желудка, в этом случае слизь семян льда прекрасно помогает. Если у вас эрозивный гастрит, она также помогает. Но в данном случае важен еще вот этот секретный ингредиент, о котором я расскажу чуть позже в этом видео. Если у вас язвенная болезнь, этот ингредиент также очень важен. Вместе со слизью он прекрасно помогает вылечить воспалительный процесс. Как часто принимать настой семян льна? Вот эта порция на один раз. Иными словами 70-100 мл настоя семян льна, полученного таким способом, вы употребляете. В случае, если у вас просто гастрит, минут за 20-30 до еды. Если у вас эрозивный гастрит, если у вас язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, то принимаете при появлении боли в желудке, для того, чтобы уменьшить контакт содержимого с воспаленным и эрозивным, либо язвенным дефектом. И за 20-30 минут, второй раз принимаете за 20-30 минут до еды, если при появлении боли вы не выпили слизь, настой семян льна, и после этого у вас сразу не состоялся прием пищи. Рекомендую всегда, как только у вас появилась боль в желудке, связанная с эрозивным гастритом, либо язвенной болезнью, принимать настой семян льна, приготовленный именно таким способом. И только таким способом, с этим секретным ингредиентом. Через 20-30, максимум 40 минут, должна поступать еда. Если у вас слизь закончила свое действие, иными словами, боль возобновилась, вы вновь принимаете слизь семян льна, настой, и не делаете слишком большой интервал после приема. Иными словами, еда должна поступать, когда желудок у вас не болит. В этом случае защитная функция настоя семян льна будет реализована в полном объеме. Что делать, если у вас острый гастрит? Или сильное выраженное обострение хронического гастрита. В этом случае, вот этот способ вам не очень подойдет. Вам лучше приготовить настой семян льна с нагреванием. Чтобы появился вот тот самый второй ингредиент. В первом варианте его нет, а во втором варианте он будет. Иными словами, вы берете чайную, столовую, можно взять столовую ложку, можно 2 столовых ложки семян льна взять, количественный фактор, я чуть позже объясню, от чего он зависит. И, если на каждую столовую ложку, 250 миллилитров воды. Заливаете холодной водой, медленно доводите на водяной бане до закипания, томите на малом огне буквально 3-5 минут, даете остыть, и настой семян льна готов. Чем он отличается от этого настоя? Одним компонентом. В том настое, во втором настое, появляется цианогенный гликозид линемарин. Который разлагается при термической обработке с образованием синильной кислоты, попадая в контакт со слизистой желудком. Она тормозит воспалительный процесс. Иными словами, боль исчезает. Боль исчезает быстро. Но за 2-3 дня вы гастрит не вылечите. А вот создать более комфортные условия создадите. Вот настой семян льна с нагреванием можно использовать всего несколько дней в зависимости от выраженности воспалительного процесса, для того, чтобы дальше лечение шло более комфортно. А что делать после этого? Надо принимать, готовить настой семян льна холодным способом, и только им продолжать лечение. Количество семян льна, количество воды, вы уже понимаете, чайная ложка 70-80-100 миллилитров, столовая ложка 250 миллилитров воды. А вот какое количество семян льна вы можете использовать для лечения, определяет еще один показатель. А именно, есть у вас хронический панкреатит, либо нет. Если у вас есть хронический панкреатит, то у вас лечебная доза исключительно семян льна, настоя семян льна, она может вызвать жесткое послабление. И ухудшение функции поджелудочной железы, ухудшение переваривания пищи. А значит, не самое полноценное питание вы себе обеспечите, и хронический гастрит вы будете лечить долго. В этом случае, конечно, если у вас гастрит или язвенная болезнь, ассоциированный с хроническим панкреатитом, то одними семенами льна вряд ли вы себя вылечите. Нужно использовать дополнительные функции. Все зависит от того, насколько и в какой мере нарушена, либо не нарушена функция собственно поджелудочной железы. И помогать поджелудочной железе другими средствами полноценной переваривания пищу. Если же у вас был гастрит, гастродиоденит, эрозивный гастрит, язвенная болезнь и запор, в этом случае у вас меньше лимитирует количество семян льна на каждый день. Вы получаете дополнительную опцию, о которой я говорил. Иными словами, одновременно с лечением гастрита вы получаете и очищение кишечника, и можно вылечить запор. Также меньше будет у вас обостряться геморрой. По той же самой причине кал становится менее плотным. И легче проходит кишечник, лучше выходит из него, меньше раздражения на выходе. Вы получили дополнительные опции. Более подробно, почему и как происходит, как вы можете получить и очищение организма в другом мое видео, которое я специально написал. Там именно настой семян льна, как его готовить и как его использовать для того, чтобы вылечить запор, очистить кишечник, очистить организм, вылечить геморрой. Такое видео есть. Хотите подробнее? Ссылку вы видите. Переходите по ней и вы то видео увидите. Ну, я считаю, что уже какое-то количество слизи у меня получилось в этом настое. И самое время вот тому секретному ингредиенту. Он и в этом случае помогает. И во втором случае, если готовить настой семян льна с нагреванием, тоже вам поможет. И этот секретный ингредиент это... Ну, сейчас давайте вылью. Посмотрим, что у нас со слизью произошло. Экстракция уже должна была состояться. Ну, вижу. Вязкость определенная есть. Конечно, при нагревании вы вязкость получите более значительную. Но, видите, мутность есть. То есть, слизь произошла. Экстракция ее произошла. Экстракция продолжается. Поэтому в видео я не буду тянуть его долго. А вы можете продолжать настаивать семян льна не несколько минут, а час-два. Чем дольше будет настаивание, тем больше слизи у вас будет в настое. И, как я сказал, эта порция однократная. В зависимости от того, как у вас работают кишечники, поджелудочная железа. Зависит, сколько семян льна и сколько воды вам нужно на однодневную порцию. То есть, вы увеличиваете объем и получаете лечебный эффект. Ну, а вот этот ингредиент, который очень поможет в любом случае количество его на такую порцию примерно пол чайной ложки. Это в данном случае облепиховое масло. Его можно использовать двумя способами. Можно просто выпить масло и запить слизью семян льна. Можно добавить масло в настой семян льна и употреблять вместе. Первый способ, на мой взгляд, предпочтительнее. Я для своего желудка использую именно такой. Хотя гастритом обострением не страдаю. Но для вас вам покажу. То есть, волшебное масло, содержащее витамины А и Е, которые нужны для того, чтобы слизистая оболочка желудка восстанавливалась быстрее. Для того, чтобы не было обострения панкреатита, не смотрите на упаковках с маслами. Тут часто пишут, что нужно принимать за полчаса до еды, за 40 минут до еды. Не нужно это делать. Слизь семян льна должна выполнить функцию еды. Большого интервала делать не нужно. То есть, сразу после масла пошла слизь, вязкость есть. То есть, она протолкнет кишечник. И самое главное, не будет обострения панкреатита, с которым может быть связано употребление масла просто в чистом виде. Вместе со слизью семян льна, масло облепихи, масло плодов шиповника, масло зародышей пшеницы, прекрасное лечебное действие оказывают на слизистую оболочку желудка, 12-перстные кишки. Способствуют ликвидации воспалительного процесса, заживление. Ну и это простейший способ для того, чтобы вылечить не самый сложный вариант гастрита, эрозивного гастрита, язвенной болезни. Ну и получить дополнительные опции очищения кишечника, лечения запора и геморроя. Вот на этой позитивной ноте о этом видео буду заканчивать. с привычным подписчиком моих канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, если оно вам принесло пользу, вы понимаете, что гастрит можно лечить народными средствами в домашних условиях. И настой семян льна это одно из средств, которые помогают снять воспаление. И самое главное, не снизить, не подавить кислотность, а правильно ее использовать. Вы будете повышенную кислотность или повышенную секрецию желудочного сока так правильно назвать для переваривания вашей пищи. В этом случае вы получаете опцию. Лучше переваривается пища, вы больше получаете полезных веществ для своего организма, неважно, для того, чтобы вылечить гастрит, гастрозуденик, язвенную болезнь либо другие болезни, которые могут, к сожалению, возникать у любого и каждого. Если вы не знаете, что такое здоровый образ жизни, что такое правильное питание, как правильно готовить продукты питания различные, чтобы получать полезные для здоровья блюда. Вот такая информация на моем видеоканале Кулинарном канале Диетолога Скачко уже есть, Доктора Скачко канал тоже есть. Они немножко разные. Набирайте в интернете Кулинарный канал Диетолога Скачко. Там тоже много полезной информации для того, чтобы вы жили лучше и дольше. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и школа Доктора Скачко. Это YouTube, а также школа доктора Скачкова Instagram.